Не конфиската, а гуманитарная помощь. В Госдуму внесли законопроект о поддержке нуждающихся. Согласно документу, товары, изъятые, например, таможней, будут не уничтожаться, а раздаваться бедным. Речь об одежде, обуви, постельном белье, одеялах и прочем. Предполагается, что передавать товары будут через МЧС и Министерство обороны. По мнению экспертов, от инициативы будет хорошо всем и нуждающимся, и казне. Об этом подробнее расскажет Ульяна Издакова. Так, Ульяна, погоди, а при чем здесь деньги? Это же бесплатная помощь. Дима, успокою сразу, это бесплатная помощь. Я сейчас объясню, в чем речь. Дело в том, что на данный момент конфискат утилизируют. Его сжигают, причем за счет государства. И на уничтожение одной партии уходит от 100 тысяч до 1 миллиона рублей. И вот моя сегодняшняя героиня, работница социального фонда Людмила Киселева, не понимает, зачем утилизировать хорошие вещи, если можно раздать их нуждающимся. В центр «Моя семья» приезжают нуждающиеся со всех районов области. Подосиновский, Арбаш, Налинск, Орлов, Амутнинск. Сейчас на попечении волонтеров находятся 454 семьи. Среди них и многодетные, и одинокие мамы. Под опечным центра пригодились бы новые вещи, уверена Людмила Киселева. У них, конечно, нет возможности из семейного бюджета вынимать какие-то средства, чтобы купить одежду для детей. А у нас очень много многодетных семей. Однозначно приветствуем. Это очень хорошее было бы дело для нас подспорье, для семьи большая экономия семейного бюджета. Было бы здорово. Ульяна, а давать будут абсолютно любую одежду? Не любую, а только безопасную. Дима, об этом мне рассказал эксперт в сфере защиты прав потребителей Алексей Егармин. Идею отдавать товары нуждающимся Алексей полностью поддерживает. Разумное потребление и экономия ресурсов – однозначные плюсы инициативы. Главное, чтобы одежда была безопасна. Система проверки конфиската уже разработана, пояснил эксперт. Первый фильтр на безопасность продукции товары проходят сразу, как только их обнаруживают таможенники или полиция в ходе рейдов. Исследования проводятся быстро и стоят недорого. И нуждающиеся, и социально незащищенные люди вполне себе могут эту одежду использовать, и никаких проблем в этом нет. Но, опять же, при условии, если мы ее проверили, если она сделана не из токсичных материалов, если она, извините, хорошо обработана, и от нее нет негативных последствий. Дима поддерживает идею еще один сегодняшний спикер – Георгий Орстанкович, директор Центра конъюнктурных исследований. Эксперт предложил пойти дальше и отдавать конфискат в горячие точки, в новые регионы и в регионы, где случились какие-либо катастрофы. Однако эксперт считает, что в системе передачи конфиската нуждающимся могут возникнуть трудности. К примеру, в этом же МЧС придется создавать специальные отделы, чтобы хранить вещи, привлекать к этому новых людей. Плюс будут затраты на транспортировку. И, конечно, стоит продумать систему слежения за товаром, чтобы никто не попытался на нем заработать. Ну, на мой оценочный взгляд, это правильное решение. Просто нужно смотреть за коррупционной составляющей, чтобы весь товар уходил через волонтеров, через Минобороны, через МЧС. А так, ну, меня, в общем-то, сомнений эта инициатива не вызывает. Вот, Ульяна, все в едином порыве поддерживают эту инициативу, а когда же она все-таки заработает? Давненько такого не было, да. А насколько мне известно, Дима, до 14 марта депутаты получат отзывы на законопроект. Если нужно, внесут какие-то поправки. И уже в апреле на Госдуме его рассмотрят. Посмотрим, что из этого получится. Спасибо, Ульяна. Ну, а мы продолжаем.